Приветствую вас! Совершенно очевидно, что вы мужчине интересны. Совершенно очевидно, что вы мужчине интересны, вы представляете для него какой-то интерес, вы для него чем-то и в чем-то важны. Вот, но что значит еще подобное отношение его к вам, можно только догадываться, потому что у нас никакой информации относительно того, что это за человек, нет, к сожалению. И именно по этой причине, именно потому что у нас нет такой информации, я бы сказал, что любое, абсолютно любое предположение относительно того, почему он ведет себя, ну, именно так, а не иначе. Да? Вот. Абсолютно любое предположение, ну, было бы, на мой взгляд, неверным. Вот. То есть это дало бы вам, по факту, ложную какую-то надежду. Вот. Возможно, да? Что привело бы к разограмму, по итогу. Вот. Поэтому здесь, смотрите, нужно исходить, опять же, именно из того, какой человек, и из ваших собственных личных границ. То есть, ну, грубо говоря, да, вот, грубо говоря. Это позволять человеку, позволять человеку делать какие-то вещи, да, вот, ну, по отношению к себе, допустим, ну, наверное, нельзя. Ну, только вот вам нужно знать, что допустимо, по отношению к вам, да, что нет, потому что, если вас не будет четкого разграничить, четкого разграничения по данному вопросу, вот, то в таком случае будет тяжеловато. Вот. Ну, вам будет тяжеловато, потому что мужчина будет либо постоянно, либо периодически ставить вас в такое вот какое-то, ну, неловкое, может быть, состояние, неловкое положение. И это, это может вас выводить из равновесия. Вот. И, на мой взгляд, тут вот так. Его намерения, да, они остаются, как бы, пока, к сожалению, неясными, потому что, ну, непонятно, что он за человек, да и сколько вы общаетесь, тоже непонятно. Вот. Но совершенно очевидно, что для вас это значение имеет очень большое и куда больше, чем должно быть в норме, как бы. Вот. Поэтому, я бы вам, конечно, рекомендовал бы снизить вот этот вот уровень, эм... Нуждаемости в человеке, потому что, на мой взгляд, эм... ничего хорошего не будет, если вы так сильно, эм... станете, эм... давать, эм... давать, эм... мужчине, эм... такое, вот, ощущение, что он вам нужен, ощущение, что вы в нем нуждаетесь, и, в общем, эм... На мой взгляд, эм... ничего хорошего, эм... эм... из этого не получится. Ну, это опять же, в данном случае, мое мнение, да, эм... вам стоит обратить на свою... Неуверенность в себе, вам стоит обратить на свою, эм... зажатость, эм... внимание, эм... Которое у вас имеется, эм... вот, эм... именно, ну... Именно, эм... сейчас, в данный момент, потому что вы говорите, что... эм... Такое самое происходит редко, да, такое бывает оно редко, это значит, что вы, ну, испытываете какие-то проблемы при... эм... Эм... взаимодействии с, эм... людьми, это значит, что вы испытываете... эм... Какие-то трудности при взаимодействии с, эм... Эм... окружающими, вот, а это может... это может... эм... Опять же, повлиять на, эм... то, как вы... эм... Выстраиваете отношения с мужчиной, с мужчиной, то есть, ээ... Вы здесь, ээ... проявляете, к сожалению, свою... эээ... Сверх... сверх мотивирование, сверх мотивацию, вы здесь проявляете свою сверх мотивацию быть, эээ... С ним вы здесь проявляете сверх нуждаемость в нем. А это не... Средно. Прямо, если для вас это грабит тем, что... Человек по итогу... Подчувствует, что вы... эээ... Чересчур... Сильно в нем нуждаетесь, и... да, и... Эээ... и... в общем... Ну, этого будет просто не просто негативные последствия. Эээ... короче-короче говоря. Вот. Я не уверен, что вы этого хотите. Для себя я только думаю, что вы... Хотели бы быть счастливой. Вот. Поэтому лучше разобрать ваши собственные проблемы, ваши собственные противоречия, если они имеются, ваши собственные какие-то трудности, если они есть. Вот. Разобраться с ними и, соответственно, все более свободно устраивать отношения. Вот. Ну и, конечно, неплохо было бы определить, эээ... чем для вас, эээ... так важно, эээ... было бы очень неплохо, эээ... для вас, мне кажется, это было бы очень полезно для вас. Вот. Ну, здесь, конечно, все зависит от... исключительно вашего... желания. То есть, исключительно вашей... потребности. Вот. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.